Мамы и папы вместе на одном стадионе. Взрослые и дети объединились в едином спортивном порыве. На площадке третьей школы они показывали общую физическую подготовку с элементами футбола и многое другое. Мы разгадывали очень сложные вопросы. Мы гоняли мяч. Это называется очень сложными какими-то словами, терминологией какой-то. Это называется дриблинг, собственно, ведение мяча. После этого удар. Пытались забивать девятки, шестерки. Посередину зарабатывали за это очки. А самое главное – сладкие великолепные призы. Такой праздник призван привлечь внимание к спорту. В данном случае к футболу. В Бийске в него играют, но не на таком высоком уровне, как хотелось бы. По сравнению с двухтысячными, говорят бывалые спортсмены, сейчас этот вид спорта пребывает в упадке. Чтобы возродить его и развить, необходимо время и постоянные комплексные занятия. И начинать их нужно с детского возраста. На данном этапе у нас дети занимаются 4-6 лет. И на этом этапе у нас подвижные игры. Общее физическое развитие идет ребенка. Тренировочный процесс идет 45 часов примерно по времени. И мы даем детям просто раскрепощенные игры, подвижные, веселые, чтобы дети получали удовольствие и максимально были счастливы. Чтобы добиться реальных результатов, одной только физической подготовки недостаточно. Как и многие другие, этот вид спорта нуждается в грамотно выстроенных тактических действиях на поле. Наша система подготовки подразумевает продвижение тех футболистов, которые лучшими будут в своих составах. Мы будем вывозить их на турниры. Это региональный уровень, это федеральный уровень, Москва. То есть в Москве у нас очень много знакомых тренеров, турниров. И будем их продвигать, предлагать их на просмотры ведущей академии страны. А дальше это уже, они себя проявляют, показывают. Мы, соответственно, им в этом помогаем. О том, что развитие футбола в Бийске более чем необходимо, заявляют тренеры с многолетним стажем. По их мнению, проявленный интерес к этому направлению в городе ждали с особым трепетом. Здесь все легко и просто, все грамотно. Детям и родителям интересно и радостно. И у меня от увиденного возникает такое ощущение, что я попал куда-то в измерение прекрасного, долгожданного. И мне очень приятно, что мои воспитанники несут правильное понимание футбола новому поколению. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни. Молодцы, молодцы, веселей.